И Сергей там не наблюдал, чтобы прям Спранцис широко открывается. Поэтому его 3-бет достаточно тайтлый, Спранцис это понимает. Но Бен тоже тяжелый спот еще. На Бабле люди не склонны к луст 3-бет, пашут дэмэдж. Как так, Дима? Стадия, где больше всего луст 3-бет. Больше всего, когда люди понимают, понимают, здесь нету людей. Мы вот дэмэдж спрашивают, а дэмэдж мы сколько уже не смотрим, ни одного 3-бета не было в Лев. Сравнил, не знаю, какой-то турнир с пыльным столом топ-регов. Да, т.е. если бы это был турнир где-то там, на большом сайте, где дорогой бои. Где, например, ППЛ играл на Бивине в турнире. Миллионик. Да, там каждый, не знаю, первый топ-проект. Рейст 3-бет, все время было здесь. Каждый топ-проект там. Каждый, каждых полтора человека топ-проект. Эти люди не умеют 3-бетить без карты, вот в этом вся проблема. Был бы здесь хоть один такой с большим стэком, он бы здесь просто выиграл до 80% всех банков. Так, Евгений с Юникосом тут у них сцепились. Зарейзил, я так понимаю, Евгений и ставит конбет. Ну, Юникоса, Кроль-8 вообще не было. Так, следя по банку, да, был рейс там при флопе. Не, я думаю, выкинет он, так считает, понимает, что рейс это будет очень дорого для него. Мне кажется, что рейс для него будет слишком дорого. Совсем не попал он на флопе. Спросил, сколько осталось. Фишек-то там вообще не осталось. Да. Остались копеечка. Не, вообще колл при флоп не нравится на Кроль-8. Да, против еще шерстека такого. И против незнакомого? В общем, это незнакомый. Вполне возможно, конечно, что они играли до этого вместе, но за этим столом они в первый раз. Да, недавно же подсел человек тоже. Трудно. Ну, Юникоса тоже подсаживали с кого-то другого стола сюда. Может быть, они вместе сидели за другим столом и играли до этого. Может, у них какая-то есть предыстория. Мы этого не знаем. Это не только что, но и не только что, но и не Валерийский коллеги говорят, что очень сильно напоминает все-таки Джерард Дебарди. Юникос пошел в флот, кстати. Другого объяснения я не вижу здесь. Чистый флот. Для того, чтобы, наверное, по туну что-то придумать, изобразить, если будет чек. А, нет, он зарейсил, по-моему. И зарейсил, и получил пас быстрый. Ну да, не своеобразно, кстати, сыграл. Согласен, интересно. Я не ждал этого. Вот, только говорили о людях, которые здесь нету, ни одного человека, который играет без карты, но все-таки нашелся. Юникос. Ну, тоже вон такие ситуации, там, Туз-8. Мастер, он не рейсил. Согласен. Куча карточек хороших тоже выкидывал. Требет. Так, чтобы человек на 8-ке сидел и думал, а надо ли ему это. Можно, можно, вот так вот в 7-ке переиграть. Показать псевдо силу, так называемую. Ну, Денис совсем затихарился. Эльгений выкинул с Валет Дамус с 8-ми блайндами. Эльгений выкинул с Валет Дамус с 8-ми блайндами. Ну, против таких стеков нет. Ну, нету с Франца 19 тысяч, у него больше. С Франца стек, ох ты. Должен станет чек. Чек, чек, тоже чек, Сергей чек. Ну, не вспомню, ну зачем? Ну да, тут либо ты далеко впереди, либо ты далеко позади. Ну, нету смысла чековать здесь. Можно одну улицу давать. Нужно даже давать одну улицу. Можно ожидать флеша, можно ожидать блефа по Турну. Ну, аж дробь и Валет бы и Турн бы ставил бы сам. Не, Валет, кстати, может про чековать на самом деле. Но потом, тогда по Турну он не поверит сюда никуда. Да. В другом столе сидит. Да. Все зависит от этого. Мне кажется, Сергей, он просто сейчас понимает, что у него проходной стек уже на финалку. У него реально проходной стек, у него там около 110 тысяч, 110 тысяч, по-моему, после этого, после этого банка выигранного. Это уже средний на финал. Вот он, Пускароль. Пускароль. Ну, опять 11 с половиной, это так же, как и делал до этого. Да? Да, да, да. Ой, 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 ой. Ну, вот смотри, два друга встретились. И два больших стайка к тому же. Да. Большие стеки вообще. Ну, как, относительно большие, конечно. Трибет. Двадцать, двадцать, мне кажется, пошел там рейс. Двадцать три. Ровно двойным. Я думаю, что Сергей понимает, что вы без карты не будут ребетить. Это очень противное сейчас у меня чувство, конечно. Ну, сама карта хорошая почти. Ну, премиум врата и так еще. Спотов огромного стека и своего друга еще, да. Трудное решение. Не, ну, почему? Здесь можно заколить, в принципе. Не обязательно же выставляться. Если он знает, что Вячеслав его будут ребетить только на нацах. Ну, когда уже выше выкидывается. Если только нац. А если шире, то лучше тогда выставляться. Опять снял очки. Какая-то у него. Улыбается. Чем-то разговаривает, спрашивает. Интересно, вот было бы у Вячеслава Туздам, отребетил бы он? Думаю, заходил бы по Сакову. Выкинул. Выкинул Туз, король выкинул. Ну, да, вот именно такая дружеская атмосфера. Ну, знает он, что не будет его ребетить совсем без карты. В принципе, никто и не знает, что он Туз, король-то выкинул. Это мы видим. Это мы знаем. Ну, совсем это так уже. Я думаю, что там диапазон 3 бета – это вальты, дамы, короли Тузы и Туз король. И все. По себе он без позиции, влазя в этот банк, решил простынеть. Две четверки у Дениса, но надо открывать уже все-таки. Пора открывать. Посмотрел он на стэки. Собирается, да, 10 тысяч. Готовят. Ну, ни у кого ничего нету. С Пранцеса Туз 10. Ну, я думаю, выкину там. Все-таки у ТГРСа Дениса, который открывается достаточно редко сейчас. Он уже в последний час, он там ничего особо не изобретал. Ну, я думаю, сможет он здесь выкинуть. Будет бы баттон рейд, а другое дело еще. Да, да, да. 7 макс у них все равно. Ну, все равно. Это что? Тут 10. А вот Сергей тут здесь не выкинул. Ну, Сергей, во-первых, big blind. Во-вторых, у нас защита. Ну, мне какого не нравится. Такое чисто, какого посмотрю. Флоп. Мечты. А, нет, не только флоп. Мне показалось, две корейские. Нет, нет. К сожалению. Поставить с 1 вон ставку, да, и выкинуть сегодня. мне 3 в это сами не нравился 10 18 тысяч мы тоже в расширении 18 даже 22 третий в трассе но я сейчас что-то по-моему готовишь заходишь ты готовься таких бардах можно и чек рейс поставить и по 22 тысячи все то есть этом он выкинет если он сейчас он подумывает над рейсом но понимаешь этот рейс это будет у него останется пятьдесят пять тысяч после резита на 25 23 какие если у дениса over card over пара то он смогли выкинет и как если у него за четверки и шестерки очень хорошая да но и ставят 23 с половиной сколько там там был действующий рейс в принципе все зашел ком когда можно чек рейс сыграть что борца на что ты изображаешь таким бардом сайт восьмерку девятки десятки которые боялись проверяю тогда не бояться колись пуш который потому что эти это манера слишком ловили и даже один из дача здесь поставил дал мне четвертый после после рейса сергея на все таки не тот уровень евгения там пошел а у нас не ошибается 23 слоем тысячи и они ксу действует лесу выкинул король восемь тоже надо выжить вас да и выкидывает и денис на валене на дороге 5 сколько там шесть блайндов полы но нет многовато по шансам закрыл закрыва не очень странно на самом деле нет дело в том что он тус 9 до этого выкидывал против полы на 5 блайндов от мариса а вот здесь вот всем валет против 6 блайндов евгений он закрыл что-то в этот никогда не будешь даже по шанс по шансам просто там получается сейчас получилось что он закрыл плюсов вот так как они выставили где-то нулевым по нулям а вот и появились у нее еще помимо семерка врата еще восьмерка годится ему не зашло не зашло мимо всем удваивается день 50 тыс тут на цену ну лошадь и самому поставить и смой я говорю что если вячеслав встает рейс то можно 96 поставить по дрейсу евгений это не . то что самому надо было ставить на король данных точно я такой возрасте евгений даже не понял и на двух сторонках он моментально для крести и все подумал что какой-то гаджет на девятки все и выкинул но что там у сергея бедно плохая дама один из активизировался мне понравится пора буду разгонять этот стол активизируется по карте 5000 банда уже стали за открылся 10 дорогие все разбросаны у никоса кстати 70 тысяч ты кто здесь и но но это лыжоке конечно здесь должен быть на брону на дружище лыжи вы ее не кит выкинет про ноги давай слушай решение делать просто просто кого самое худшее решение какими стеками путев не сейчас что на девятках конечно такой флоп видеть удовольствие вообще дримфлоп ни одной оверкарты ничего не боимся ставить будем и никос кстати может придумать опять чекрейс так же как он сделать король 8 может да но ясно ясно что почему показывают 47000 у дениса по фишкам у него больше нет у него еще больше там 300 как раз на каждый не по 10 тысяч по моему если он их по 20 держит а 80 90 90 90 ну 27 ну это 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Продолжение следует... 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 Очень плохая карта конечно. Для кого? Для Уггиса. Это бланк. Для Уггиса очень плохая карта. Такой оскок. Стоял Вячеслав, хорошо. Колл конечно был супер легкий по сути. Особенно с его стеком, которому ничего не рискует. Которым не грозит. Даже этот проигрыш этих 30 тысяч, ну никаким. Осталось бы у него еще 100. Там не 30 тысяч, по-моему. 60 тысяч было. 60 тысяч было. 60 тысяч было. Казино самых крупных выигрышей в интернете Unibet. Недавно выплатив выигрыш игроку более 7,5 миллионов евро, джекпот игры Megafortune вновь измеряется миллионами. Теперь все новые игроки получают 10 бесплатных спинов. Регистрируйся сейчас и получи бонус до 100 евро на первый депозит. Unibet.com Мне кажется, по 162 всегда был второй ивент СОПа, третий ивент. Да, мне кажется, по 162. Не буду еще смотреть. Вот у меня iPad садится, не буду тратить на заряд. У Дениса, тут 10, 60 тысяч. Нискать. Ну... Ну, заканчивая ситуация. Легко очень его сейчас разить. Но у него не 60 тысяч, кстати. 30, 40, 50, там под 80. Ошибка в стаке. Везло, что противники такие толерантные. Да, согласен. Рейс еще такой 18 тысяч. Думаю, если кто-то из нас, Дима, сидел бы там, такого не дал бы. Сергей выкинет. Я думаю, Сергей выкинет. Ну... Вся дело в том, что на другом столе идет хенд-фор-хендед, там сидят картеши. И это очень сильно далеко. Дело в том, что у него мало фолдэга. Он специально поставил 18 тысяч, всем видом показывает, что у него карту очень сильно. Показывает, что пасов у него типа нету. На самом деле пасов там очень много. Ну, пасов на бигстека. То есть от пасов... Пасов на пути Сергея, конечно, нету. Это, конечно, он закроет, логично. Сергей вот точно. Да, нелегко-то пришиваться 30. Да. Я думаю, выкинет. Ты бы ставил, да? Я бы... Ну, в чем то, что за другим столом сидит человек, у которого там по-моему пару блайндов. Ты тебе по ССМ и говорил, что ты здесь... Это же ситуация, что снизу. Нет, здесь другая ситуация. В моей ситуации у меня человек с маленького блайнда в меня ставил. Я знаю, что там любые две. Здесь человек открывается с УТГ и открывается через, ну... Ну, грубо говоря. Его карта намного лучше, чем у него могут быть. То есть, ну... Он же не будет с УТГ-8-2 открывать здесь, Денис. Ну, будет. И так же не будет открывать 9-10. В том-то и дело, понимаешь, что у него диапатон сужен. А в моем случае меня ставили вообще любые две. Я ничего. И так оказалось, у меня 8-2 подставил. Ну, и там... Ну, выкинь, выкинь, Сергей. В принципе, уже видно и читается. По-моему. Хоть карта и красивая, но 262 лата манят. Да. Да. Ну, и там совсем... Ну, у него 42 тысячи останется. Кто там короче? С другим столом. У него останется... 7 блайндов. Ну, это да, пас. Пас-пас. Он мысленно давно уже скинул на самом деле. Чем больше он думает, тем больше он заставляет выкинуть эти карты. Пас-пас. Да. Ну, если хочешь первое место, надо ставить салон. Если хочешь попасть в деньги. Нет, по ЭЦМу, если там застанут, кто сидит за другим салоном, который 2-3 блайнда, то... 2-3 блайнда, да, это конечно. Только для этого не надо думать так долго, понимаешь? Если 2-3 блайнда, да, то есть, да. Легкое решение. Но если там такой же стэк, как у тебя, то лучше тут пистыть стэк в такой ситуации. Ну, если ты выигрываешь сейчас в твоём сыграбельный стэк, ты сможешь по-моему обороты дальше.